Морада Я хочу приветствовать всех участников торжественного открытия выставки «Вселенная мастера», посвященной 150-летию со дня рождения Николая Константиновича Рериха, нашего с вами выдающегося соотечественника, художника, получившего мировое признание, выдающегося общественного деятеля, ученого, философа, мыслителя. Слово предоставляется Елене Долгушиной, представителю музейно-выставочного центра «Петербургский художник». Добрый вечер, дорогие гости, дорогие друзья. Мы очень рады видеть вас сегодня. Мы рады вас приветствовать. И хотим сказать, что для нас огромная честь быть частью такого масштабного проекта и внести свою лепту в празднование юбилея Николая Константиновича Рериха. От лица музейно-выставочного центра мы выражаем большую благодарность Международному центру Рериха и благодарим за прекрасное сотрудничество. Надеемся, что оно будет продолжаться. Зажигайте сердца. Спасибо. Музыка Приветствуем всех вас в этом новом выставочном проекте «Выставка и Вселенная Мастера». Эта выставка, как вы знаете, уже увидели, посвящена великому нашему соотечественнику Николаю Константиновичу Рериху. Этой выставкой мы отдаем дань Санкт-Петербургу, городу, в котором родился, вырос, сформировался этот великий человек, который сделал для мира и особенно для России очень важное назначение России в своем творчестве, он отобразил, я бы так сказал. Она называется «Вселенная Мастера». На этой выставке вы познакомитесь с основными этапами жизни и творчества Николая Константиновича Рериха. Конечно, она все равно не отображает всю Вселенную, потому что эта Вселенная, она бесконечна, так как мысль Рериха постигала не только прошлое, которое он прекрасно отображал на своих полотнах, понимая суть причин происходящих событий в России, которые тоже отражал на полотнах, но самое главное, он своей мыслью прозревал будущее и понимал, каким путем человечество должно идти к этому будущему. И он тоже это отображал на своих прекрасных полотнах. Еще в 1926 году Николай Константинович Рерих предупреждал советское правительство о том, как необходимо вести свое развитие, передавая письма своих учителей о поддержке. Страна отвергла помощь и пошла по пути серьезных испытаний. В 30-х годах Рерих говорил о том, что русские пойдут по моим азийским тропам. Не поверили, но прошло много лет, и беда заставила Россию пойти на восток. В 1926 году Рерих говорил о том, что необходимо начинать единение стран Азии во главе с Россией. Не поверили, сейчас это единение Россия пытается осуществить. Но пока движение на восток идет путем политики и экономики. И совсем упускает роль культуры, роль культуры, которая объединяет народы. Вот когда возьмут идею Рериха, эту идею, тогда пойдет все быстрее и лучше. Международный центр Рериха в этом году переиздал книгу Людмилы Васильевны, которая называлась «Мастер» в издательстве «Жизнь замечательных людей» под названием «Николай Рерих». Очень рекомендую, для того, чтобы подойти к пониманию жизни и творчества Николая Константиновича, прочитать эту книгу. Желаю вам приятных впечатлений от выставки и всего вам доброго. Спасибо организаторам этой выставки. Я благодарю и сотрудникам Международного центра Рерихов, которые в сложных условиях сейчас в центре ведет очень большую выставочную работу. Мы недавно открыли выставку в Казани 27 сентября, посвященной Центральной Азиатской экспедиции. Сегодня открываем выставку здесь, вскоре в новую выставку в Индии. И благодарю руководство данной галереи за предоставляемые площади. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Дорогие гости, дорогие друзья, добрый вечер. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь сегодня. В первую очередь я хотел бы поздравить организаторов этой выставки. Для меня большая честь присутствовать на церемонии открытия выставки, посвященной Николаю Константиновичу Рериху. Это мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения этого действительно выдающегося знаменитого русского общественного деятеля, подчеркивает не только его талант как художника и усилия как общественного защитника, но и служит подтверждением того, что его достижения и наследия, которые он оставил в этом мире, не забыты. Николай Константинович Рерих был защитником и поборником мира, который верил в разрешение глобальных конфликтов путем продвижения культурных ценностей. Культурных ценностей, которые способствуют уважению и взаимопониманию между будущими поколениями. И эти мысли как никогда актуальны в настоящее время. Он был творцом, создателем более 7000 картин, копии которых вы сможете увидеть сегодня здесь. Проделав длительное путешествие из России к Гималайям, он смог поднять культуру на новые высоты. Что касается наших двусторонних отношений, Индию и Россию связывает длительная, давняя крепкая дружба. Дружба, которая основана на схожести наших мышлений, идей и ценностей. Наши страны всегда демонстрировали крепкую поддержку друг друга в самых сложных ситуациях. Николай Константинович Рерих был одним из тех деятелей, который укреплял и поддерживал культурные связи между нашими двумя странами, двумя народами, содействуя миру, идеям мира и устанавливая прочное культурное сотрудничество и взаимодействие. Моё знакомство с Амсибургом достаточно короткое, однако я последую совету, который был ранее озвучен, и обязательно ознакомлюсь с трудами Рериха. Мы хотели бы поблагодарить, в первую очередь, организаторов данной выставки. Она не могла бы быть возможной без самоотверженности и усилий сотрудников Международного центра Рерихов, Музейно-выставочного центра «Петербургский художник» и усадьбы музея Марьино. Я желаю вам хорошего вечера. Большое спасибо. Дорогие друзья, в адрес участников торжественного открытия выставки поступило также приветствие из Генерального консульства Монголии в Санкт-Петербурге. Разрешите зачитать. Уважаемые организаторы, участники и гости выставки, для меня большая честь приветствовать вас на открытии культурно-выставочного проекта «Вселенная мастера», посвященного 150-летию со дня рождения выдающегося художника, путешественника, философа Николая Константиновича Рериха. Творчество этого выдающегося художника, как целостное явление, оставило глубокий след в российской и мировой культуре. Его философия мира и духовного развития особенно близка нашим народам. Уверен, что выставка станет ярким событием, пробуждающим интерес к богатому наследию Рериха и будет способствовать укреплению культурных связей, что очень важно для развития и процветания культуры, изучения истории, сохранения культурного наследия. Пусть эта выставка станет вдохновением для всех присутствующих, объединяя наши народы в стремлении к миру и созиданию. Господин Шестаков, почетный консул Монголии в городе Санкт-Петербурге, президент Международной Федерации Самбо. Санкт-Петербурге, президент Международной Федерации Самбо. Санкт-Петербурге, президент Международной Федерации Самбо. В одном из писем Николая Константиновича Рериха, которые он адресует Игорю Грабарю в 1944 году, и Скулу пишет это письмо, Рерих пишет, «Дорогой Игорь, как ты, где ты, кто тебе писал? Мне до войны писал Бродский и Бродский». И вот из этой короткой фразы мы понимаем, что пути Николая Константиновича, Исаака Израилевича, который был не только художником, но и большим коллекционером, пересекались, пересекались не один раз. Их объединял этот удивительный по энергетике город, их объединял общий круг друзей, прежде всего художников из творческого объединения мира искусства, их объединяла Академия художеств, и любимые учителя, учитель жизни и живописи Архип Иванович Куинджи очень высоко ценил талант и человеческие качества Бродского. Сам Бродский в своих мемуарах пишет о том, кто из художников повлиял на него, как на художника, перечисляет и любимого Репина, учеником которого он и являлся, и любимого Куинджи, и Айвазовского, и Левитана, но на первое место в этом списке Бродский ставит имя Николая Константиновича Рериха. И в коллекции Бродского несколько работ Рериха тоже есть. И, наверное, главная объединяющая черта у этих двух людей – это то, что оба эти человека подчинили свою жизнь служению красоте и искусству. Личность, масштаб Николая Константиновича, как и его творчество, переоценить трудно, невозможно. И мы очень надеемся, я думаю, все со мной согласятся, что в скором времени в образовательных школах в основной программе будут изучать творчество Рериха не только как художника, но и как философа, и как просто большого человека и патриота. Я очень рада, что есть такая выставка. Я благодарю всех, кто сопричастен к ее созданию. Ну и давайте будем жить в красоте и творить культуру нашими сегодняшними совместными поступками. Спасибо вам большое. Я хочу поздравить всех с открытием знаменательной выставки. Она имеет очень важный аспект, в первую очередь, с той стороны, что в том виде, как вы ее видите, она была представлена практически целиком в культурном центре в Телле, в русском доме, но на английском языке. И в таком масштабном варианте, в собранном виде, который вы сегодня видите, она представлена впервые, именно в Санкт-Петербурге. И это знаковое событие, потому что Николай Ксеншерерих, наш земляк, петербуржец, и это отдать дань памяти его юбилею мы решили таким образом отметить. Здесь было уже сказано, уважаемыми нашими высокими гостями, о том, что Николай Ксеншерерих достиг высот, которые отличаются, пожалуй, от многих выдающихся деятелей культуры, потому что та многогранная деятельность Николая Ксеншерериха, она не вписывается в тот формат понимания как художника, только лишь как мыслителя, только лишь как философа, только лишь как писателя и только лишь как международного деятеля. Он был един во всех гранях. И очень важно отметить, что все эти грани его творческой личности, выдающейся, они заложены были здесь, в Санкт-Петербурге. Хочу пригласить всех окунуться в этот огромный мир, который представлен и собран у нас здесь, в этом выставочном зале, потому что каждый из отделов стоит своего самостоятельного осмысления и понимания вот той важности тех идей, которые были заложены здесь, здесь развиты и воплощены уже Николая Ксеншерериха в планетарном масштабе. Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге